Слава Украине! Привет всем от Павлонского! Так, давайте посмотрим, что у нас за ночь произошло и изменилось ли что-то, какие были события и так далее, и так далее. Значит, начнем с самого главного, это Бахмут. Продолжаются очень тяжелые бои. Корсунского, Чайковского, Железнодорожный вокзал, все то же самое. Железнодорожный вокзал, там ситуация меняется постоянно, но в общем и целом они на него заходили, но им там не дали закрепиться, наваляли железнодорожный вокзал. Наш штурм, ну по крайней мере на настоящий момент провалился. Очень тяжелые бои, сразу скажу. В Бахмуте ситуация динамичная, некоторые кварталы переходят из рук в рук постоянно. То, что они разгоняют Дезу, что 75% города принадлежит им, это, как говорят наши брехня, потому что, ну, это не так. Нам принадлежит больше, чем 25%, это тоже. И, насколько говорят бойцы, больше, чем 35% города тоже. Вот, ну, это то, что, как говорится, бойцы говорят, им виднее, я не буду здесь спорить. Под Авдеевкой успехов у них нет, они тоже жмут, но в основном силы они сейчас все, что у них есть, кинули на Бахмут. Смотрите, это начинает, это уже не начинает, это давно напоминает вот штурм, помните, аэропорта Донецкого. Когда они вот все, что были, все, что у них было, они бросили туда и долбились об него тупым своим лобешником 242 дня. Только у нас там было, прекрасно помните, практически окружение, и всего-то там 50-70 человек было. В Бахмуте окружения нет, и там совсем не 50-70 человек. Город практически полностью уничтожен, это понятно, от него ничего не осталось от слова вообще. Очень боюсь, что его ожидает судьба попастной, где вот, собственно говоря, непонятно уже, что восстанавливает, потому что нет ни одного дома целого. Вот Бахмут сейчас приблизительно так же и выглядит. То есть расисты там разбили все, что только можно. Я передаю большой привет всей местной Вате, которая очень сильно ждала Путина. Вот Путин пришел к вам, вот смотрите. Он вам помог. Вот в Мариуполе сейчас носят дома расисты. Нам сейчас придется, мы когда его освободим, придется это все отстраивать. Так что вот вам расизм. Расизм, который уничтожает вообще все, что есть. Просто пустыня остается. Эти дома уже после попадания этих тяжелых снарядов, там же не по одному снаряду в дом попадают, там их по десятку, и их надо уже сносить. Я не думаю, что там вообще останутся дома, которых сносить не надо будет, после всего, что уже расисты с ними сделали. Вот так. Но это дело будущего. Пока что это все надо еще удержать. Посмотрим, как оно пойдет. Но, скажем так, ситуация на сейчас. Город держится. Город стоит. Наши титаны. Вчера пошли вот эти фотографии, видео, извините меня, с тем, как они обезглавили нашего солдата. Я их ни на телеграме не выкладывал, и не собираюсь выкладывать. Это видео летнее еще. Потом еще они нашли двух солдат, которые погибли возле бронетранспортера подорванного. Им отрезали руки, отрезали им голову. Ну, что тут нового? Мы воюем с нелюдями, да? Россияне нелюди на 80%, вот те все, кто поддерживает эту войну. А, самое даже главное, знаете, не в этих видео, а самое главное в комментариях под видео. Вот если там почитать, там волосы дыбом станут. Как они радуются, и как они советуют, как это получше поубивать хохлов. Это аут. Ребята, мы воюем с абсолютно черной силой. Россия это полная чернота, да? Этой страны тупо не должно быть. Вообще не должно быть. Более черной, мерзкой и подлой страны, чем Россия, это найти невозможно. Понимаете, они вырастили поколение маньяков, убийц и вурдалаков, и это поколение просто ради того, чтобы все вокруг были такими же вонючими и нищими, как они сами, они готовы убивать всех подряд, отрезать головы. Что они, собственно говоря, и засвидетельствовали на этом видео. И я уверен, что таких случаев не один на самом деле. Просто вот это они как бы, видео вышло в свет. Естественно, его сейчас переправили на запад, пускай посмотрят, а то они своими изнеженными глазками, но вот как-то не очень всегда понимают, что происходит, с кем мы воюем. Что мы воюем с абсолютными вурдалами. Это даже не люди, это я не знаю, как их называть, честно говоря. Вот не будем, просто ужас, да? С кем мы воюем, посмотрите. И самое паршивое, знаете, что я еще хочу сказать? Это же не Путин голову ему отрезал, да? И вот тем солдатам руки, ноги протерзал. Не, это же не Путин сделал. Это сделали дорогие россияне. Так что, вот представьте себе, с кем мы имеем дело. Война на уничтожение, тут не о чем разговаривать. Слава Богу, знаете, одно слава Богу, что весь мир за нас, против них. И слава Богу, что они тупые, как дверь. Вот это очень хорошо, ребята. Это в нашу пользу, 100%. Вот. Ну, а то, что их много, ну, их много, да, ну, в штате тоже много овес, да. Вот и все. Все, что они уже могли нам показать, они уже показали. Теперь мы им скоро покажем. Ну, тогда, как говорится, и сочтемся. Вот и все. Да. Что еще? Ну, по Казахстану там начались опять какие-то волнения. Надо сказать, что казахи, это не россияне. Им когда что-то не нравится, вы прекрасно видите, что они выходят и начинают бунтовать. Другое дело. Чего они добиваются? Ну, иногда добиваются, да. Я не буду говорить о сегодняшних причинах того, что происходит в Казахстане. Скажу только, что это напоминает события уже годичной давности, которые были в январе прошлого года, сразу после Нового года. Похожи очень сильно. Не те объемы, не те масштабы, но очень сильно напоминают. Я вчера много видео вывесил на Телеграме. Ну, посмотрим, что как будет оно там, не будет, это восстание, не восстание, что оно такое. Тяжело сказать. Будем, будем, так сказать, отслеживать. Дальше. По Сербии интересный момент. Значит, в американских вот таких документах, утечка которых произошла, там был очень интересный момент, что касается Сербии. Там не только про Украину, там вообще это не про Украину была эта утечка. Там утечка была серьезная, типа Викиликса. Очень много документов утекло, сейчас там Пентагон разбирается, что и как, и почему оно утекло. Ну, пускай разбираются, это их проблема, это не наши. Вот. Но по Сербии интересно, значит, вот, казалось бы, бывший союзник России, как и Болгария, вот, слово бывший, да. просто все поняли, что с Россией, Россия это страна чудовище, и с ней сидеть в одном окопе ни в коем случае нельзя. Она будет повержена однозначно. Вот. И Сербия, как и Болгария, продает Украине оружие, аж бегом, аж гай шумит. Ну, по крайней мере, об этом утверждают в этих утечках. Судя по всему, так это и есть. Так что, очередной нож в псину. Что от сербов, что от, что от Болгар. Такие вот, как говорится, новости. Что-то еще такого, чтобы произошло, то я сейчас, честно говоря, даже не соображу. В принципе, вот это самое главное, что можно было вам рассказать на настоящее утро. А как оно будет проходить дальше, ну, посмотрим, посмотрим. В течение дня будем, будем посмотреть. Слава Украине!